Собственная квартира или дом. Сколько семей мечтают об этом? Решить жилищный вопрос вам поможет кредитно-потребительский кооператив. Кредитный союз ВКБ Кредит предоставляет ипотечные займы на выгодных условиях с возможностью погашения средствами материнского капитала. Постройте свой семейный очаг с КПК кредитный союз ВКБ Кредит. Членство в кооперативе обязательно. Наш адрес – город Жердевка, улица Советская, дом 36, телефон 521-93. Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов ЯН в торговом центре Олимп. По адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». Сегодня в выпуске. В Жердевке прошла областная педагогическая конференция среди школ-интернатов. В Шпикулово ведется строительство нового храма. Еще раз расскажем о постоянных победителях городского конкурса по благоустройству. В пятницу на базе Жердевской школы-интерната прошла 10-я областная педагогическая конференция организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для участия в ней в Жердевку приехали руководители школ-интернатов со всей области. Такие конференции проходят каждый год в разных школах-интернатах Тамбовской области. В нашей Жердевской школе впервые. Среди гостей конференции в тот день были заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Марина Быкова, заместитель главы администрации Жердевского района Станислав Мирошкин, начальник отдела образования администрации Жердевского района Лариса Кадунина, а также руководители и заместители интернатных и родственных им учреждений со всей области. Гостей у порога встречали одетые в одинаковую форму педагоги и работники Жердевской школы-интерната. После регистрации гости по традиции дарили подарок хозяевам конференции. В этот раз самыми распространенными подарками стали луковицы, корневища и семена уличных цветов. Затем все желающие могли познакомиться с учреждением. В ходе экскурсии по школе-интернату можно было посмотреть специально подготовленные выставки с творчеством воспитанников. Здесь были представлены вышивки, салфетки, костюмы из нетрадиционных материалов и многое другое. Также гости с интересом посмотрели комнаты, где живут воспитанники. Спальни, игровые, спортивные залы, комнаты для умывания и другие. Посетили и столовую, где хозяева конференции предусмотрели угощение для ее участников. Но главная цель ежегодной областной конференции организации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это подведение итогов прошедшего учебного года и определение задач на новый учебный год. Повышение качества образования и воспитания. Потому что это проблема актуальна для всей системы образования, а для наших учреждений вдвойне. Потому что уровень учебной мотивации детей очень низкий. Многие дети, попадая в подростковом возрасте в такие учреждения, до этого уже продяжничали, не посещали учебные занятия и так далее. Поэтому повысить учебную мотивацию, заинтересовать их и как-то, соответственно, повысить качество знаний, чтобы они получили качественное образование, затем могли трудоустроиться и получить профессию, в дальнейшем трудоустроиться в жизни. Вторая задача, которая стоит перед интернатными учреждениями области, это социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ведь многие из них зачастую не имеют опыта проживания в семьях, а значит, в дальнейшем у них будут проблемы при создании собственной семьи. Кроме основных задач, повышения качества образования и социализации, перед работниками интернатных учреждений стоит еще ряд задач, а именно сохранение и укрепление здоровья воспитанников, постинтернатное сопровождение. Со всеми своими задачами хорошо справляются в Жердевской школе-интернате, поэтому-то она и стала местом для проведения 10-й областной конференции, чтобы коллеги приехали, посмотрели своими глазами наше учреждение, познакомились с материально-технической базой, позаимствовали опыты жердевских коллег. Коллектив данной школы-интернат достаточно творческий, инициативный, работает очень хорошо. Знаем, что эта школа и в районе пользуется достаточным авторитетом, и у родителей, и у учащихся, поэтому нам бы хотелось, чтобы руководители других учреждений ближе познакомились с опытом работы данного коллектива. На конференции первое слово предоставили директору Жердевской школы-интерната Ольге Сергеевне Паршиной. Она рассказала гостям конференции, что в этом году школе исполняется 55 лет, что обучаются здесь сегодня 380 человек, работают с ними 44 педагога. А также Ольга Сергеевна приняла из рук заместителя начальника областного управления образования и науки переходящий символ конференции. На следующий год руководитель передаст его новым хозяевам конференции. Новшеством 10-й юбилейной областной педагогической конференции среди организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стала презентация, посвященная памяти директоров школ-интернатов, которых сегодня нет с нами. Далее выступили докладчики по регламенту. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. По инициативе местных жителей в селе Шпикулова вот уже четвертый год ведется строительство нового храма. В этом году возвели стены под купол. Новый храм – уменьшенная копия прежней Шпикуловской церкви, разрушенной в 1938 году. Престол здесь был и останется в честь святителя Николая, архиепископа Мерликийских. Храм сможет вместить одновременно до ста прихожан. Строится он из бревен, которые скрепляются деревянными спицами. Здесь нет ни одного гвоздя. Деньги на строительство Никольского храма в селе Шпикулова собирают, как говорится, всем миром. Например, уроженец Шпикулова Вячеслав Вячеславович Костромин, который сегодня занимается предпринимательством в Москве, пожертвовал на будущий храм очень крупную сумму. Огромную помощь нам оказали наши предприниматели, местные, которые работают в Москве, в ОАГР, технологии, фермеры. Депутат областной думы Дубровин Виктор Николаевич оказал спонсорскую помощь. И вот благодаря всему этому собрали денежные средства и начали строительство храма. По словам главы сельсовета, в ближайших планах изготовление и установка куполов. С Божьей помощью и по молитвам святителя Николая купола с крестами, возможно, установят до конца 2017 года. Каждое лето в Жердевке проводится конкурс по благоустройству. Одни из его постоянных победителей – семья Котиковых, которые живут на улице Дорожной. В чем их секрет, расскажем прямо сейчас. Надежда Александровна любит цветы с детства. Сначала хозяйка выращивала их только в полисаднике, а в последние шесть лет уже и перед усадьбой. По словам Надежды Котиковой, заниматься выращиванием рассады, поливом и прополкой цветов ей нравится. Растут они здесь и на земле, и во всевозможных горшочках, а еще в огромной корзине, которую сделали муж и свекра Надежды. Мужчины сами сплели корзину, изгородь привезли землю. Эксклюзивная тележка – тоже дело рук мужа. Кстати, Александр Анатольевич не только мастер, но и идейный вдохновитель. А уж дело жены – уход и забота о том, чтобы все было красиво. Если имеешь частный дом, то, конечно, есть и желание его как-то благоустроить, чтобы было красиво. Уже где-то на протяжении лет шести стараемся сажать, чтобы было красиво для себя и для людей. Любимые цветы у Надежды Александровны – яркие петуньи. Их здесь больше всего. Чтобы они радовали прохожих своим цветением, женщина посвящает поливу и уход за растениями каждый вечер. Признается, что для нее это совсем нетрудно. А еще Надежда Котикова внимательно разглядывает цветники у соседей и знакомых. Говорит, идешь по улице – замечаешь, что можно посадить у себя. Семья Котиковых ежегодно удостаивается внимания в городском конкурсе по благоустройству. В этом году они победили в номинации «Лучший цветник клумба». По словам Надежды Александровны, очень хорошо, что в Жердевке есть такой конкурс. Всегда приятно, когда твои старания отмечают. А при поддержке внимания городской администрации обязательно станет красивее и возле частных домовладений, и возле организаций, и в городе в целом. В завершении выпуска вашему вниманию предлагается прогноз погоды. Завтра ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 12. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Собственная квартира или дом. Сколько семей мечтают об этом? Решить жилищный вопрос вам поможет кредитно-потребительский кооператив. Кредитный союз ВКБ «Кредит» предоставляет ипотечные займы на выгодных условиях с возможностью погашения средствами материнского капитала. Постройте свой семейный очаг с КПК «Кредитный союз» ВКБ «Кредит». Членство в кооперативе обязательно. Наш адрес – город Жердевка, улица Советская, дом 36, телефон 521-93. Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновых, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп» по адресу город Жердевка, улица Октябрьский, дом 65, телефон 8-964-134-30-00. Будем рады вам помочь!